У меня воевали оба деда. Илья Израилевич Ильягуев, в честь которого назвали меня, и Тиняков Дмитрий Александрович. От второго деда, от отца папы остался даже дневник, я немножко расскажу о нем. Дед работал директором школы в Орловской губернии, село Становой колодец. Узнав, что война началась, он зашел в РВК, где его мобилизовали и направили в Минск. Удивительно, конечно, что у деда хватало времени и терпения вести дневник, и я зачитаю первые строки. 23 июня 1941 года военные действия начались. Совершено еще одно из очередных преступлений мирового бандита Гитлера, по-бандитски из-за угла, напавшего на наш Советский Союз. В июне 1942 года пишут, что наш батальон имеет спецзадание охранять штаб генерала-лейтенанта Рокоссовского и военный совет Западного фронта. В работу погрузился с головой. Приходится не спать ночами. Работа в моем вкусе. Вначале он писал перьевой ручкой, очень аккуратно. Затем, конечно, почерк стал такой скупой, дерганный. Он часто пишет о том, что переживает о семье, жене, сыне, поскольку понимал, что может их даже и не увидеть. 19 июля. Слушал радио, думал, что получу известие от жены по радио. Но пока что ничего. Как это тяжело, когда не знаешь, где семья, где любимые Зиночка и Славик. Как мне тяжело без них. 2 августа. Получил письмецо от любимой жены и сына. Это снова меня воскресило. Жизнь для меня снова стала целеустамеленной. 3 августа. Положение семьи незавидное. Это жить, конечно, трудно. Почти невозможно. Это видно из ее писем. 6 июля наша группировка войск, генерал-лейтенан Тракасовского, перешла в наступление. Настолько был силен артиллерийский огонь, что от выстрелов пушек и гаубиц дрожали штаны. Их колебал воздух. Дрожало также все вокруг, потому что дрожала земля. Если у меня от выстрелов артиллерии дрожали штаны, а я был от этих пушек около 3 километров, то что делалось со штанами фрицев? Они дрожали, наверное, вместе со штанами. И я знаю, что он дошел до Кенигсберга и участвовал в штурме Кенигсберга. И вот он рассказывал, что мы лежим в Киевете с одной стороны, а немцы друг с другой. И нам страшно, я знаю, что им страшно. И мы кричим «Фрицы, драпайте домой!». Даже на фотографии дед с фотоаппаратом, потому что он еще до войны увлекался фотографией, и мне достались его пара альбомов. Это уникальные кадры, потому что немногим в военную пору пришлось вообще держать в руках что-либо, кроме винтовки. На фотографиях и дед, и его наполчание выглядят как герои, действительно. Он старался делать художественные портреты, чтобы память осталась на долгие годы. Редактор субтитров А.Семкин